Результатом не очень доволен. Думал, закончу досрочно. Не думал, что затянется на полные все два раунда. Ну, дебют есть дебют. Попробовал. Думаю, буду еще выступать. Думаю, в профессионалах попробую, в любителях тоже можешь. Последний год. Вообще, скоро выйду на службу, полноценно буду работать и буду уже совмещать. Буду больше внимания уделять семье, работе, тренировке. Чуть-чуть отодвинем. Считывать на досрочную победу, конечно, нужно, но все-таки готовиться надо к худшему. То есть полный бой, это вот три по пять сектора раунда. Мы готовились с командой абсолютно. Были готовы ко всему, в принципе, и к борьбе, и к работе снизу, как все видели, и к работе в стойке. То есть план был спокойной работе раунда, в стойке. Ну, так получилось. Появилась возможность закончить досрочно. Соперник слишком готовился к моей манере введения боя. То есть он хотел как раз-таки так и сделать. То есть не хотел работать в стойке, хотел перевести, перевел в парты. Но, собственно, даже оттуда я смог использовать всю ударную технику и закончил досрочно. Ну, честно говоря, здесь уже было полегче. Немножко, так как набрал еще форму, да, еще больше. То есть перед Сахалином, да, там тяжело было. Я подрался два раунда там. Да, ну, плюс то, что давно не дрался, было тяжеловато, конечно. Продышался хорошо, слава богу. Сейчас было, конечно, немножко полегче. Плюс дрался у себя дома. Большая поддержка зрителям, спасибо огромное. Всем, кто пришел меня поддержать, поболеть за меня. Ну, было как бы непросто, да, хоть парень как бы и дебютант, скажем так. Вот, но все равно молодец, как бы непростой бой дал. Но слава богу, досрочно выиграл, как бы, очень дрался тому. Sabia que o meu опонент era muito forte на первом раунду, que era muito explosиво. И, então, fiquei у первого раунда ажирир, а пара лута, пара пустар в другом и третьем, если снялся. Коррелу, бей, консилии, бей, 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 бей. Бей, 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 бей. Бей, 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 бей. У меня уже поменялись три соперника. За день до боя тоже поменялся. Казаха не выпустили в Россию. Соответственно, ночью позвонили, сказали, будет драться с Иркутской, Якут. В чем проблема была? Не могли его посмотреть в бои, нигде не было его в бою. И как бы этот, чуть остерегались, что не знали, базовый ударник, базовый борец. Соответственно, из-за этого чуть остерегались, подвигались, подумали. Слушал внимательно тренера, указали его. Ну и, соответственно, по команде уже начал свое делать. Не мог настроиться, вообще не было настроения, не мог настроиться на бой почему-то. Какой-то был мандраж, потому что не знал, что соперник может делать. То есть видел только один бой, и то там непонятно по бою, что он может вообще преподнести. Тренер подошел, настроил меня, вышел заряженный. Ну, в принципе, я ожидал, что он пойдет рубиться. Парень такой крепкий очень, казался. Ну, он пошел рубиться, ничего не оставалось, только как идти в размен. Он попал просто своей коронкой боковой, и все. Соперник очень хороший, да, он черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Я знал, что он будет именно переводить меня в партер, ну, вязать как-то, чтобы сделать свой конек. У него конек – это партер. Он очень хорошо борется в партере. Ну, в общем, все бразильцы борются хорошо в партере. Но мы настраивались, конечно, на красивый бой, на нокаут. Я очень рад, очень счастлив, что так все получилось, что бой играл по моей схеме. Спасибо моему тренеру Александру, что он меня настроил и подбодрил. Я закончил бой досрочно. Я уже второй раз во Владивостоке. Мне очень приятно, я очень рад, что здесь тепло тебя встречают. Спасибо организаторам, что удалось мне здесь выступить на этом турнире. Всем болельщикам, кто пришел, поболел. Спасибо всем. Очень приятно. Я чувствую их поддержку, и это наша общая победа.